Так случилось, что вам нужно взять интервью. В принципе, интервью считается жанром журналистики, но это то, с которым мы сталкиваемся каждый день, потому что даже в нашем быту, в ежедневном нашем общении, мы, сами, может быть, того не подозревая, берем интервью. Например, когда мы приходим в магазин покупать обувь, я говорю о том, что мне это близко, мы задаем вопросы продавцу. Есть ли нужные размеры, сделают ли нам скидку, и о том, насколько эффективно или правильно будет задавать вопросы, зависит, уйдем ли мы довольны, с обновкой, с новой покупкой, и все это у нас сложится. Интервью журналистов делятся на разные типы. Например, просто комментарии у чиновника, например, о том, как проходит ремонт дороги или строительство больницы. Здесь особая подготовка не нужна. Чиновник вас и так радостно ведет, он сам, как надо сказать, очень хороший, поэтому это, наверное, более такой простой вариант интервью, не тем, что большие подготовки. Другое дело интервью с так называемыми звездами, с режетом. Обычно это люди, которые не настроены общаться, особенно с региональной прессой, потому что, в принципе, их жизнь процентов на 50 состоит из общения с журналистами. Если вы, как минимум, не поздоров с первого рационального канала, то проблематично будут продвинуться. Здесь главное проверять на стойчат. Продвинуться через многочисленных агентов, менеджеров, которые будут вам рассказывать, что это практически невозможно, перезвоните через 10 минут, через полчаса, послезавтра, или же мы сами вам перезвоним. Никогда не перезванивают, поэтому нужно набраться терпения и все-таки звонить настойчиво. Допустим, вы продлились, но, как обычно, звезд окружает огромное количество охраны. Здесь бежевробно не обираемся по сторонам, даже если на нас подозрительно посятся, и подозревают в каждом кармане по гранате, мы понимаем, что мы идем на интервью, у нас все оговорено, поэтому мы нечего не боимся и целенаправленно пробираемся к тем. С чего начинается, в принципе, процесс подготовки? Со сбора информации. То есть, когда мы определили свою жертву, так называемую, мы начинаем собирать досье, читаем как можно больше интервью, критики, как можно больше информации, чтобы мы понимали, что это за человек. Обращаемся к первоисточникам. То есть, если мы берем интервью у актера, желательно посмотреть его фильмы. Если мы берем интервью у музыканта, желательно послушать его музыку. Если это писатель, то, естественно, прочитать его книжку, потому что именно в первоисточниках находится та самая информация, которая будет нам наиболее интересной и политикой. Процесс сбора информации произошел, мы начинаем составлять свои вопросы. В принципе, мне кажется, что стоит исходить от обратного. То есть, не задавать те вопросы, которые вы прочитали уже в других интервью, какими бы они оригинальными вам не гадали, а задавать именно свои вопросы, исходя из того, что вы насобирали информацию на этого человека. Стараться удивлять его, потому что вопросы, которые ему задавали уже 150 раз, они, в принципе, будут малые и не интересные, и вызовут только раздражение. Поэтому желательно продумывать такие вопросы, чтобы человек включался в разговор, и не говорил накатанный текст, а думал, и как-то беседа, как говорится, более душевно. Наступил момент истины. Вы пришли уже на интервью, но, конечно же, мы приходим, естественно, заранее, мы не опаздываем, если это те или иные интервью, мы не представляем заранее всю свою технику, потому что мы хотим произвести хорошее впечатление и не раздражать человека с самого начала. То есть, по возможности, под двигательным процессом, пропустить заранее. Допустим, человек очень раздражен, для вас он уже раздал 15-20 интервью, ему хочется попить кофе, не нужно его подгонять, пусть он попьет кофе, выкурит цигаревку, он успокоится, и тогда ваш процесс комфортно, если вы сами нервничаете или боитесь своего будущего собеседника, то лучше его представить в виде маленького ребенка, безобидного. Или, как говорит известный журналист Андрей Максимов, у каждого человека есть о чем поплакать ночью. Если вы подумаете об этом, или представить собеседника в виде маленького ребенка, то страх уйдет, и коммуникация наладится, вам будет проще с ним общаться. Начинать интервью лучше с легкого, какого-то вопроса, с любимого конька человека, с которым вы общаетесь, то есть какое-то тело, которое, вы понимаете, будет заведомо ему приятно, о котором он может немного долго говорить, это установит между вами какую-то коммуникацию и разрубит барьеры общения. Здесь важно не переборщить и вовремя его остановить, сказать ему достаточно, и направить беседу в нужное русло, то есть показать, в принципе, что вы в любой, и задавать все-таки те вопросы, которые вам нужны для материала, даже если он будет увиливать в стороны и придаться, как и вернуться к своему любимому коньку. Очень важно внимательно слушать собеседника, причем с искренним интересом, потому что, если вы это делаете только по заданию медации, то, наверное, ничего не получится. Нужно внимательно слушать собеседника, потому что в его ответах будут те вопросы, которые вы будете задавать ему последствия. То есть вопросы возникают не только из заранее подготовленного списка. Дальше, после того, как мы уже установили эту коммуникацию, мы начинаем углубляться в тему, задавать уже более серьезные вопросы, более развернутые вопросы. Мы тут можем уже пофилософствовать, то есть человек уже настроен на беседу, на тарелок барьер, и мы углубляемся в тему и, собственно, задаем те вопросы, ради которых вы затеяли интервью. Когда вы видите, что вы уже все, собственно, спросили, вы подходите к финишной прямой, нужно деликатно загруглить человека, потому что многие хотят рассказать, в принципе, и то, чем они болели в детстве, то есть нужно вовремя загруглиться, не затягивать интервью, и заранее подготовить каких-то несколько финальных фонов раз. После того, как интервью состоялось, наступает момент, если вы фанат этого человека, для небольшой фото или автограф-сессии, если вы этим увлекаетесь, потому что желательно себя ставить хорошее впечатление, то есть душевно попрощаться с человеком, потому что, возможно, вам придется тьмой и в будущем сталкиваться позже. Ну и резюмируется сказанное, наверное, как в любой другой работе, перед тем, как наберете интервью, главное увидеть цель, поверить в себя, не видеть препятствий, и, конечно же, самое важное, с искренним интересом и уважением относиться к своему будущему собеседнику. Тогда все обязательно получится и давайте на пике. Спасибо.